переходим в engage box переходим в наше окно в настройки вот смотрите вот этот заголовок который тоже показан как правило здесь вы помечаете заголовками только для себя чтобы в админке их видеть и так вот показать заголовок ставим нет сохраняемся идем на сайт обновляемся а вот вы видите да заголовок и на сплывающего окна больше его здесь нет только контент вот этот тест соответственно вот здесь вот вы можете что-то написать то то что всплывает всплывающем окне теперь вот по этим вкладкам как раз таки сейчас будет наглядно вам понятно что здесь еще хочется показать помимо типа окошек где у нас будет дополнительные уроки да то есть смотрите вот этот момент page слайд только это визуально показать на словах не поймете вот смотрите сохраняемся это крутая вещь обновляюсь она появляется видите где это на этом шаблоне здесь не особо показано не особо я вам донес информацию то есть ситуация такая когда у вас шаблон каркас вот прилепим к верху прям тогда получается раздвигается сайт давайте я покажу на своем старом сайте смотрите как это происходит данное окно она как бы двигает сайт вниз и наверху вот так вот всплывает вот то есть ведь мы переехали на новый сайт то есть здесь тоже как раз таки engage box у нас участвует то есть на этом сайте он стоит здесь вот вам наглядно здесь пример давайте пробежимся по дизайну триггер например в центре показывать окно пока вот этот мы не рассматриваем давайте дальше анимация классная вещь bounce подпрыгивание например bounce down появление да и при закрытии окошко что-нибудь такое интересное что-нибудь такое продолжительность давайте сделаем по длине и тысячи миллисекунд попробуем сделать и на этом уровне давайте сохранимся пойдем на сайт обновимся то есть анимация с такой задержкой вы видите по центру и по крестику закрыть она смотрите как вообще просто сногсшибательно ускакивать да вот с таким эффектом здесь конечно с эффектами анимации нужно поиграться чтобы для себя что-то подобрать интересное мы с вами движемся дальше автоклоуз таймер автозакрытие давайте сразу рассмотрим то есть закрывать бокс автоматически бокс вплывающее окно по заданному времени да то есть смотрите 1000 миллисекунд это очень быстро давайте поставим 5000 миллисекунд 5 секунд сохранится посмотрим как это будет действовать нажмем обновить ничего не делаем ждем 5 секунд окно должно ну вот она вы видели я ничего не нажимал окно закрылось давайте пройдемся по внешнему виду окна внешний вид значит ширина 500 высота авто вот если стоит авто то получается смотрите окно растягивается автоматически во весь браузер кстати в разговоре о мобильности то есть окно она также имеет адаптивный дизайн давайте пока временно тоже сделаем то есть 500 на 500 можете любое значение даже здесь сделать до 500 на 500 отступ 20 пикселей это отступ внутри в контенте то есть тот контент который у вас там вы написали да вот здесь вот смотрите вот здесь если слишком близко контент вот смотрите поставьте 50 пикселей сохранимся пойдем на сайт обновимся и видите вот этот текст в окне всплывающем он отступает 50 сверху 50 слева соответственно цвет текста смотрите если делаем какой-то красный обновляемся он становится здесь красный то есть не обязательно нам вот здесь вот в редакторе как-то назначать цвет его можно назначить и из вкладки внешний вид вот цвет фона это уже вообще просто интересно обалденно вот смотрите делаем например какой-то зеленый цвет причем не забывайте если вам надо сделать прозрачность здесь у каждого цвета есть свой ползуночек вот за этот если вы потянете то вот здесь вот видно степень прозрачности можно вообще сделать полностью прозрачным оставим вот так вот сохранимся пойдем на сайт обновимся и я вижу через зеленую подложку там вот идет у нас рамка низа шаблона то есть прозрачный возвращаемся внешний вид пускай если будет у нас такой зеленый насыщенный тогда цвет оставим белый белый цвет текста выравнивание контента тоже можно определить например топ центр то есть сверху по центру это тот контент который вы пишете то есть я кстати поменял цвет текста белый не видно на зеленом вот у нас сместился контент вы помните он находился нас вот здесь вот до краю ближе соответственно дальше смотрите тень есть то есть можно поставить нет вообще отключить тень либо три вида тени но давайте посмотрим сразу третий вариант остальные без меня уже посмотрите обновимся увидеть такая достаточно грубая тень она дает такой вид как будто окно вот она прям здесь как будто 3d как бы сейчас выпадет прямо из экрана то есть достаточно интересно смотрится дальше граница смотрите соли сплошная возьмем вот второй вариант и цвет какой-нибудь желтый хочу вам просто показать ширина пока оставляем радиус это скругленные углы можете посмотреть без меня это именно рамка вот вы помните на такая зеленая толстая рамка обновляюсь и точками видите пошла желтая ее здесь не видно на зеленом фоне у меня прям получил просто какое-то лютое окно давайте возьмем черный и вот точками не нравится вот двойная пунктирные соответственно если большая толщина 10 пикселей например делаем сохранимся идем на сайт обновимся вот она пунктирная уже так интересно смотрится дальше фоновое наложение если мы включаем то есть смотрите у нас с вами изначально окно всплывает как бы но тоже интересный вариант но когда нужно прям вот супер акцентировать внимание в это окно хотя она уже у нас в середине сайта воскакивает невозможно его не заметить но в каких-то случаях для красоты возможно вот цвет например задай да что то такое красивое причем прозрачность тоже здесь можно выставить смотрите вообще чтобы был просто заливка давайте посмотрим обновимся сейчас будет что-то мега смотрите такое тоже можно использовать в каких-то случаях то есть все и потом закрываем видите и заливка тоже исчезает соответственно степень от этой заливки да вы управляете здесь прозрачностью вот еще классная опция закрытия при нажатии вот смотрите сейчас в положении да если я в любом месте могу кликнуть на фон и окно закрывается с одной стороны это и правильно и возможно кому-то это будет неудобно у нас есть крестик закрыть пускай только по крестику закрывают от окно в другом месте любом чтобы это не работало здесь есть тоже такая возможность то есть закрытие при нажатии если ставим нет смотрите что происходит обновляемся кликаю вот я кликаю в любом месте в окно кликаю ничего не происходит я думаю это более правильно и только по крестику окно закрывается далее двигаемся по настройкам давайте рассмотрим изображение фона включаем положение да и вылазит еще дополнительные опции первая у нас опция это выбор изображения сначала вам нужно посмотреть где это изображение выводится прежде чем дальше двигаться по настройкам ну вот возьмем стандартное небольшое изображение которое у нас есть в джумла выбираем и прям на этом уровне сохранимся чтобы просто посмотреть что происходит у нас изображение до помещается именно в тело окна и она у нас вы видите дублируются где-то возможно это тоже пригодится и соответственно дальше повтор вот это есть как раз повторять не повторять если у вас для заданного размера окна одна картинка и вы подобрали его по размеру то не надо его повторять нужно поставить ноу репет не повторять дальше размер авто ковар там заполнение контейнер или сто процентов на сто процентов нужно смотреть по вашему изображению давайте возьмем ковар и позиции изображения слева вверху по умолчанию стоит или можно выбрать что-то другое опять же если картиночка вас подогнано по размер вот ковар она заполняет видите то есть наилучший вариант если изображение но она растягивается до изображения не лучшего качества но потому что мы выбрали с вами заполнение то есть это вот это вот ковар можно попробовать другие варианты обновимся то есть вот так вот получается думаю здесь понятно дальше опция скрыть кнопку закрытия смотрите если мы вообще ее выключим что произойдет обновляем страницу происходит такое что кликаем мышкой в пустом месте я не могу закрыть окно вы помните я это выбрал в настройках и крестика нету то есть это такое навязчиво окно которое невозможно закрыть но вы можете поставить авто закрытие по времени через 5 секунд окно закрывается то есть где-то в каких-то случаях возможно это будет нужно и вот представьте благодаря одному компоненту engage box вы решаете 1000 задач то есть закрыть нельзя ну не знаю какую-то внутренней странице там не на главный да естественно я сейчас не имею ввиду какой-то спам на своем сайте человек не может закрыть назойлива окно он просто уйдет с сайта да это не этот вариант это вариант когда тут надо что-то человеку например как-то нажать или какой-то текст показать на какой-то может быть другой странице на внутренней странице не знаю все что угодно самое главное что эта возможность на сайте присутствует то есть именно не на сайте а в компоненте соответственно мы клаус бутон включаем и посмотрим другие возможности опции клаус батон тип кнопки закрыть иконка изображения если иконка тот цвет смотрите на зеленом у нас хорошо смотрится черный вот давайте посмотрим цвет и цвет при наведении давайте сделаем какой-нибудь оранжевый размер то есть это у нас шрифтовый крестик закрыть попробуем сделать 50 и сохранимся на этом уровне обновимся кнопка достаточно большая вот видите этот крестик при наведении я сделал желтый все работает вот он и срабатывать закрыть с каждой новой опции я не перестаю удивляться над гибкостью компонента и engage box и в то же время и радоваться смотрите задержка задержкой на крестика чтобы окно всплыло но крестик закрыть появился не сразу 1000 миллисекунд одна секунда смотрите что происходит обновляемся смотрите крестика нету 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 и вот он появился и вы можете задать любое время когда появится данному крестику то есть пускай человек прочитает да вот надо нам чтобы он прочитал и крести появился чуть позже где-то тоже может пригодиться самое главное это все здесь у нас присутствует